Лётный образец самолёта Л-76МД-90А уже прошёл череду испытаний при температуре от минус 45 до плюс 45 градусов. Устранять выявленные недочёты его отправили обратно на завод-производитель Авиастар. И после устранения некоторых неполадок самолёт вновь отправится в небо. Во время первой череды испытаний модернизированная железная птица выполнила 38 полётов. Задача – проверка нового пилотажно-навигационного комплекса, топливной системы, автопилоты и радиосвязи. Кроме того, лётчики-испытатели отработали предельные режимы скорости и перегрузки. Первый полёт второго этапа испытаний доказал. Выявленные недочёты Ульяновский авиазавод устранил в полном объёме. Полёт прошёл успешно, машина хорошая. Полёт продлился около двух часов. Проверили практически все режимы, все системы самолёта от взлёта до высоты 7 тысяч метров. В принципе, все системы работают нормально, поэтому самолёт готов к проведению дальнейших испытаний. Ил-76МД-90А – машина высокого полёта во всех смыслах. Новая начинка улучшила как общее качество самолёта, так и характеристики управления в частности. Работа проводилась, конечно, тяжело, были свои сложности, но они все были преодолимы. И появился новый продукт, который, я надеюсь, даст шаг новому развитию и самолёта, и принесёт пользу России. Стеклянная кабина – ещё одно принципиальное отличие модернизированного ИЛа. Эта технология призвана снизить нагрузку на экипаж, повысить безопасность полётов, точность пилотирования и десантирования военных команд. Принципиальное отличие кабинным пилотом в Ил-76МД-90А от Ил-76 в том, что здесь расположены 9 цифровых мониторов, 6 в кабине пилота, 2 в кабине штурмана и 1 находится у оператора. Ил-76МД-90А способен взлетать и садиться как на бетонных, так и на грунтовых аэродромах на высоте от минус 300 до 3000 метров над уровнем моря. Здесь и авионика совершенно другая, здесь модернизированное крыло, здесь усиленные шасси, это по-крупному я называю, что позволило увеличить максимальный взлетный вес самолёта со 190 тонн до 210 тонн. Больше груза на борту, большая востребованность в сфере коммерческих перевозок. Поставки Ил-76МД-90А ещё до выхода на серийные производства ждут в различных странах мира. Заказчиков или интересантов очень много, заказы там порядка 65 машин, это и Алжиры, и Казахстан, и Индия, и Китайская народная республика, то есть их достаточно много, ну на сегодняшний день активно обсуждается вот Алжиры, Казахстан. Государственные совместные испытания Ил-76МД-90А продлятся весь 2017 год. В ближайшее время самолёт ещё несколько раз поднимется в небо над Ульяновском, после чего машина переберётся в Москву, где пройдёт заключительный этап ГСИ. Артём Петров, Олег Тунчин, репортер 73.